доброго всем гопника господа с вами снова рима сегодня у нас очередное видео на нашем канале админский будди игра арма 3 alt is live ваша любимая ну что ж господа недавно появилось новое обновление где ну очень много чего добавили список в описании этого видео взять посмотрите ну и самое главное это у нас система достижения на нашем сервере теперь ну можно здесь почитать допустим friendly проведите суммарно 10 часов игра и на севере получить 1000 долларов за это и все такое и тому подобное самое самое такое знаете неожиданное достижение вам скажу это у нас называется поросенок встретить римаса и показать ему паспорт в общем как то так ну там щипач маньяк буржуй шмуржуй автомобиль платиной все такое тут можно здесь почитать зайти на остров и посмотреть на фляга набрать воды во флягу тысячи раз вот тоже очки получают то где-то вы можете за достижение получать там например деньги где-то очки где-то виртуальные деньги все такое тому подобное ну что ж поехали посмотрим сейчас я вам скажу одно сейчас будет очень много ко мне разных игроков лететь чтобы получить достижение потому что я пока зашел на сервер увидели пятеро сразу я потом ну ушел в инвизи все такое ради этого так ну давайте сейчас пробежимся по здесь народу херова туча вот я посмотрим тихо 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 сейчас тарин тарин до любви а и не бегаю всегда бегать и просто и все они поход по северности про детстве же не знать так погнали сейчас не знаю может быть тачку возьмем или или в центр просто тупо прыгнем суда и все и нахер тачку брать до римас читер админка пользуется просто тупо мимо пробежит узнает меня нет не не узнают все нормально все нормально все нормально вы пописали поросенок вы пописали в смысле в смысле поросенок покажите паспорт ему все паспорт давайте ну вот так вот как бы да я уже сделал это так вот товарищ прокурор вы нужду свою исправили прокурор это будет так ладно давайте лучше свалим возьмем тачку ребята понял так ну чтож давайте возьмем сбегом гараж возьмем тачки у нас вообще тачки есть какие-то мне же украли тогда тачку да ребята сейчас посмотрим пункт изменения номеров автомобильный гараж комбайн зил форт сейчас уберут ёб твою мать мать копать моя . улетела вот она моя тачка ёпты идите колотит моя ребят это моя эксклюзивная тачка на было чуть-чуть подождать да пока не вытащит просто взять они вытащили вытащил сразу обычно она блокируется минут вертушек со будет это чё более ёпта ёшка ёпта мистер и нихера си грёбаная жесть так как бы прыгнуть на тачка моя тачка стой братан тачка моя улетела можно восстановить да жестко сам ты дурак ёпта здорово актерс надо его отремонтирует по ходу помоги чай знаешь что это он покажи вам паспорт чтобы он понял тарым 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 более минус тачка ёпты ты гиды оба здорово да едит колотит грёбаной кирка я и плющу моталь просто вот есть чё живой актерс а ну всё а чувак здесь где-то ходит достижение поросёнок многие получили да да автосалона если можно люди люди тут погибли машина машина взорвались нормально машину потерял единственную потом успеть и поглупо час починят потом это губ нити там что у нас да пробить и точно пробить и было все да выгоняй шарман ксую шармангу выгоняй свой давай давай шашлайк убирай быстрей бензин соляра соляра и соляра залезали канистру и давай убираешь шашлайку тут надо этот разлетались короче да ребят достижение показать поросёнку паспорт получите достижением поросёнок нормально так что у нас тут кстати по тачкам еще вообще у нас на чем я по нигам ну каша посмотрим по баблу по баблу по баблу наличный а у меня у меня много есть кстати этого наличка 148 бакс всего лишь до украденные ноль который не отмыты кстати здесь есть такое достижение отмыть бабки короче 10 миллионов отмываешь бабки там тоже получать достижение пробитие давай давай быстрее 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 ох нихера себя дела у вас нормальные дела смотрим чё за шайтан труба у вас это маленькая мне надо в банкомат банкомат центр давай на у тебя машины где-то поехали нефига сколько мест на машина это с какие местные а нормально гоп-компанию можно собрать сюда дорогу дорогу нефига да адвоката на полу а кто у нас адвокат не знаю я потерял свою эксклюзивную тачку прикинь только что и тит колотить снаряд все спасибо давай кита здесь кита здесь это здесь мы будем а деба команду ты банга вот ума вот он красавчик и попытке кстати раз прыгние тоже получите достижения по прыгинчик так мы сколько с вами снимем денег ребят давайте 500000 это конечно большие деньги ну я хочу сходить в автосалон 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 магазин одежды универмаг гараж мараша ноум/. туда-сюда вооружен магазин авторынок у вас ёпты тебя сюда прыгнул ладно простите так посмотрим какие тачки есть ну я конечно феррари можно взять смотрите роллс-ройс роллс-ройс вообще будет четкая тачка так можно взять и роллс-ройс ламборгини а можно еще взять вот эту да гелик шмелек окрас будет римас вот такой гелик римас окрас кстати а где колесо заднее подожди кстати с окрасом римасом это просто нечто и ее попытается угнать вот этот гелик будет окрасом ри 100 chrome него этого нет окраса римаса так а вот второй вариант да вот он окрас римаса хорошечный окрас да ребята купить можем кстати в аренду взять сюда на было в аренду здесь все-таки ну ладно принципе так тоже сойдет для сельской местности так что у нас по бензину полный бак это очень хорошо никогда вот в реальной жизни когда ты покупаешь новую машину тебя ёптать бак не полный совсем итак господа сейчас поедем через кпп поедем в сторону как вот медиков вот они медики вот здесь как раз аптечка будет на выезд кандидаты в депутаты как ты ездишь блять вот они как катки еще за товарищ поисеть куда вы смотрите аварию создают там видите сзади вот машина проехала интересно не задержит но каша посмотрим я буду я буду потерпевшим римас не потерпешь а не за ней поехали посмотрите а остановили вас смотрите вот девка какие лапы от на это вазик у меня два раза ёптать этот протаранил и дальше поехал даже не спросил ничего короче покути его полностью здорово да ну забери попробуй этот гелик только у меня и у римаса да да попробую поддеть не надо только у него стрелять новая машина да я не буду стрелять я знаю как замки открывать дайте самую открою да я щас аккуратненько поддену я знаю что у тебя есть доступ а я этот он едет 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 то эвакуатор зачем девая тачка парковка неправильно какой приз из авария была только что этого чувака запаковали ну только что была авария давайте зимняя на парковке что за дела-то у ябки бесплатно сейчас по этот частую тачки заберу не по и не надо откуда у вас у чиновников такие крутые тачки скажи мне пожалуйста первый человек который сказал правду это блин радует что ход кто-то правду говорит еще она как по управляемости я хорошая идеальная машина это не бронет развита этот нато нового шняга на острове появилась короче нефть добывать установка буровая ничего не знаю что нет я такой бедный человек государства да 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 молодец автомобиль здравствуйте она штраф а чё шаги штраф оплатить надо мусор не правильно ты сказал вези меня мусорню штраф надо оплатить ну да вообще нюх потеряли кстати как когда я злюсь некоторые аномалии происходят до примерно как такие вот дорогу я тут штраф оплатить пацаны менты где где штраф оплатить ребят да вы показываете ачивку получать идея штраф оплатить в тюрьме у меня в тюрьму не надо где а вот они спрятали заплатить штраф на просто взял штраф оплатил все спасибо здравия желаю министерство юстиции руководитель коллеги адвокатов уроки вещь да да она слышен в каком месте вы наслышно не буду говорить это интимное место я штраф оплатил потому что полицейский из фбр остановил машину взял ее в штраф стоянку и все в прямом как я вот рассказываю я знаю что это был незаконно а у как-то знать их и хаха и ушел вообще была авария до этого полиция остановила виновника аварии его упаковали приезжать фбр о римас и забирать машину еще я пять тысяч заплатил нет нет я вообще сама днища не никто не так смотрите если у вас есть какие-то претензионные отношения в отношении сотрудников департамента вы может написать жалобу так это работает все что а я просто не знаю как его имя он даже не представился господа у вас есть обращение к полиции да мы сейчас наверно будем составлять переходить да на шопите спасибо а если у вас есть какие-то вопросы и претензии к работе сотрудников департамента понял ну это я знаю да я просто не знал чтобы работать это хорошо хорошо отчеты именно в журнале forbes или отчеты реальной работы я просто недавно журнале forbes смотрел отчеты сколько бабла кто накосил из чудовников а ну какие принципе но я и а поняла это хорошо а где он кстати он же также по медицины а вы узнаете конечно обычно его уволили из министерства министерства из он обычный медик понятно но нормально пацан еще чего я даже банкомат что ли давали он банкомат иди попроси у него ладно давайте ребята все погнала мне ехать надо ехать надо вы пожалуйста опасно больше не водите это после опасно мне сами подрезали чувак опасное вождение было все у нас спутники зафиксировали спутник а ваш спутники не он он не зафиксировал как сотрудники фбр консервисковал мою машину незаконно покрышки мне новые но покрышки ладно давайте опять надо теперь в гараж и тить колотить более ночи машину царя чинить конфисковать что почему я могу к рисковать тачкой а потому что я таксист может быть за эту тачку тирин 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 а вот он чувак который стоит стой 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 братуха этот слушай а вы вообще как вот тут ты обычно чем ты занимаешься ну помимо конфискации тачек и все такое то стоим гопников ловишь и либо еще что-то а какой у вас допуск по оружию до них и россия шайтан труба а этот еще один вопрос у вас например если кто-то там ранился ты можешь его как-то помочь оказать первую медицинскую помощь универсальный солдат понятно а как его как тебе зовут а ладно все понял спасибо поехала давайте удачи чувак ты со мной все это я его отомстил потому что он конфисковал мою машину теперь мне надо ехать обратно в город походу я нажил все проблемы да 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 нет так подожди а где у нас город вылази с машины слышь вылази с нее я тебе приказываю да давай а чтоб ты меня потом перестрелял никто мне не перестрелял вылази в машину я сказал активные метки на мне можете долбить смысле они долго по тебе нет никакой справедливость все я вылазил я вылазил я вылазил машина осторожно телефон позвонил таки я походу в розыске ребята я в розыске я в розыске тихо 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 это не честно это не честно как это произошло нифига жесткая бобенка она мне я по вам не попал что ли ой извини ой это девушка я не знал чтобы девушка если бы знали бы по вам не стрелял бы я просто тут охотой занимался сестренка моя вообще жесткая у тебя сестренка у тебя не стрелял здрасте почему не стреляет да кто у вас не стрелял но ничего что я раненый и кто в тебя не стрелял ребята отпустите по хорошему прямо давайте вот 100 штук я понаблюдаю что вы сделаете не надо наблюдать езжай свои дороги я понаблюдаю как раз он меня ранил кого я тут причем ты вообще там ехал я здесь сидел короче этот по 50 штук каждому ну по 100 штук ефти у меня 200 штук с собой какое следствие давайте договоримся на месте вот тут еще и 3 ёпты ладно 300 штук по спасту что каждому ладно у меня 500 тысяч штук и все больше нет деньги не нужны так мало ли деньги не нужен следствие так вы имеете право хранить молчание все что скажете может быть спален противосуде вы имеете право на государственного адвоката требуем государственного адвоката самого дорогущего требуем государственного адвоката самого дорогущего еще раз вызову вот мой жетанчик сержант 3 ранга гадан ну ты знатно мне вырубила конечно сестренка учат учат нормально все могу идти вот адвоката дождемся о это надолго по ходу да да не пять минут вот уже подъехал пять минут пять минут пять минут пять минут пять минут пять минут нет я так считаю что просто получилось какое-то недоразумение да да угнали нашего сотрудника поднимали украли сотрудника стреляли по сотруднику так он же не умер я ему ножки пощекотал немного калашом малышом бронежилет у вас довольно хороший однако бронежилет подожди подожди нет он он не хороший у меня нормально все все нормально да я этих херня не занимаюсь когда вот такие вещи у меня год мод ребята отключен дать и может быть в отдельную комнату да нет я просто здесь очень просторно напишите пожалуйста альфи аймиру а глядину что я в полицейском участке задержит а то человек ждет меня и че добрый день добрый день как бы давно не виделись извините руку стиль коллеги от вагов в данный момент я влезть вашим адвокатом очень хорошо да очень приятно светить в смысле не очень приятно светить на розовом я сейчас уже не вспомню мне уже руки связанные же телефон достать не могу амиру амир альфа амир о голубые стене лучше мы уже розовые стены тогда на нахер вот она ваша карма с каждым такое произойдет с каждым на насос чё походу я на срок намотал сестренка я не знаю у вас я так понимаю вы из стрелкового клуба скорее всего бейнбольный да так господа полицейские будьте добры все претензии к моему подопечному назову бейс так лек Я открыл ту, оставил машину? Да, так и есть. Он говорит, садись, говорит, по рули. Нет, секундочку. А давайте так, то, что ваш сотрудник оставил открытую машину, это уже проблема сотрудника полицейского теплопорта. Молодец. Сотрудника НПД. Жесткий адвокат. У него внутри наш еще один сотрудник. То есть, вы понимаете, я поняту вот это все остается. Да, я извиняюсь, юридически это называется все-таки некомпетентная. Немножко. Сейчас я поперефразиваю. Это называется распиздяйствую с их стороны. Если по нашим, по-народному. Уважаемый, будьте добры, подносите. Те сотрудники, которые хотели в транспортном средстве, они на руку клеил стал сотрудник в ПД. Товарищ Кубай, значит, нарушен смысл. Какой же? Машина была крутая. Пока он вылазил. Чтобы представиться. В смысле, она пока уволялась, что-то машина такая большая дверь, что два одновременно залазили в машину. Машина была открытая. Еще раз. Задержанными, будьте добры, помолчите. Напомните, пожалуйста, мне действия сотрудников ПД, как они должны действовать в случае, когда задержанный помещен в машину в транспортное средство. Он не дал задержан до этого. Хорошо. Он был помещен в транспортное средство след? Здравствуйте. Уважаемый сотрудник. Товарищ подходит, спрашивает у него документики. Наш товарищ полицейский вылазит из машинки, показывает, показывает жетончик товарищу. На задержание. Как это долго? И залазил. Вот. Кажет один в машинку. И уезжаете. Пожалуйста. Хорошо. То есть. Добрый день. Таким. Поэтому. Либо тут общается. В любом. Давайте. Ай, на этом все. Ай. Так, хорошо. Давайте делать все по закону. Конечно. Камера в машине работала? Конечно. Нет, нет. Да. Наловник работал, да. Нет. И то, что у вас это хорошо. Кстати, к вам какие-то претензии были, смысл физически насилие? Изначально мою машину забрали в штрафстоянку. Ну, просто так, без каких-либо причин. Была авария. Разобрались с полицейским. Приехал фибовец. Вот. Он машину отправил меня на штрафстоянку. Я заполнил пять тысяч. Вот мы с вами встретились, как раз я вам рассказывал. Да, я понял. Но я должен задать этот вопрос все-таки. Это насущный вопрос. Действия сексуального характера к вам были какие-то применения? Ну, что у меня попка такая вот. Если бы я не знаю. Да. Единственное было, когда я вот от этой девушки там были, да. Мы когда в будке находились. Нет. Я не должен вам задать вопрос. Да, да, да. Так были применены или нет? Не, были. Вот я и был не против, конечно. Это когда вот в будке, когда мне по морде дали. Так, давайте не поясничать, пожалуйста. По факту. Было ли не было? Не было. А хотели бы? Нет, это лично. Да, все хорошо. Да, извините. Красотка. Так, давайте не поясничать. Так, хорошо. Суперяйте, пожалуйста. ПД. Будьте добры. Если у вас есть какие-то видео доказательства факта про внушение Тонова. Гражданина, будь добрый. Выложите их. Фибовица, да. Есть. Есть, значит. Но выкладывать не будем. Давайте, товарищ адвокат, вы какую верну позаняли на то, чтобы для данного гражданина идут? Для него? Да. Я думаю... Я предлагаю на самом-то что мы оружием с моим штрафом, с моим штрафом, с моим штрафом, с моим штрафом, с моим штрафом. О, пронесло. Видишь, боится, боится. С условием, что я тоже ничего не буду выкладывать, да? Да. Конечно. Мне ваша позиция, конечно, ясна, но мне непонятно заключительная позиция сотрудников полицейского департамента. Вы все-таки хотите его наказать или отпустить? Мы хотим сделать замечание, что не надо угонять сотрудников вместе с их техникой. Хорошо, давайте так. Ну, потом мы открывать огонь все по ней. Ну, да. Я по девушке. Не, не, я не знал, что девушке, я сразу признался. Я сказал, если бы я знал, что девушке, я бы вообще огонь не открывал. Из-за этого я по ней не попал, наверное, да? Попали. А, ну, так, чуть-чуть там. На полголовочки. Я понимаю, то есть это был сейчас комплимент, что не попал, потому что очень худая и стройная. Да, да, так и есть. Это как адвокат, я говорю. А вот так бы он попал, потому что очень хороший. Ну, как она меня уложила, Вася, там, терц помордила. Да, подождите. Будьте добры, помолчите, пожалуйста. Я все-таки думаю, мера пресечения ему нужна более философская. И надо бы снять с него нарушение ранения сотрудников. Нет, нет. А он нарушил? Какое количество людей пострадало из-за моего подзащитного? Одно. Одно? Одно людей? Ну, а я одно количество, я продолжу фразу просто. Именно тяжкие... Тяжкие телесные повреждения. А у нас сейчас работают исправительные работы? К сожалению, нет. А, общай сюда. А, к счастью, не работают, ура. Я борюсь за тебя. Ну, этот, я готов калаш-малаш отдать, ну, как бы все, этот, больше такого не будет. Нет, ну, смотрите, ну, какой штрафы огнестрелов, у него сколько? Сейчас проведем процедуру досмотра, изымем нелегальное вооружение, там, что еще, предметы возможны. Да, давайте, все по процедуре. Да, я вот уже к стене, привет, повернусь. Складывайте все перед собой, как вы закончите, скажите. Лицом не поворачиваться. Понял. Я передвину. Первый смотрю, я облакат. Конечно. Увлевая сразица. Попить, покушать, не желаете? Нет, нет, пока нет. Ну, обычная АКА. Мой калаш-малаш, блин. Да, это что-то малыш. Один рожок, 72 на 39. Ну, 25 граммов героина, ладно, хорошо. Нету там героина, что-то забирает, а самая код вещдоков. Смирает, исхотек. Скотек у нас уже все нормально. Ну, нет, нет. Вы шутки, шутки. Вообще, нормально, что досмотр делает адвокат. Да, а, он как гражданский. И сначала адвокат ознакомляется с вашими вещами. После сотрудников полицейского департамента производит изъятие нелегальных. А, ну, просто... Так, резюмирую. Один КАКА и обойма. Дерали на кокаин, нет, ничего не было. Ну, раз, ну, уноси. Да у нас уже потом в суде будет тусовка, что-то больше всех, ты говоришь. Продажные следомы. А можно с вами на тусовку потом? Ну, конечно, можно. You welcome. Но только мы изымем ваши килограммы. Так, давайте... Одна штука была. Да. Да, не было ее там. Не было, не было. Девушка, я готов вас в ресторан пригласить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А из-за антажера есть. Давайте спиноперечься. Что, на термоз? Я так думаю, все-таки ему не больше... Восьми и семи месяцев. А еще чего? Уже предложили же? Устное предупреждение. Да адвокат или кто? Все работает со мной, все нормально. Ничего себе, что за провокация здесь вообще жесткая? У нас тут все куплено. Ну, я смотрю, ну, жестко. Все, я могу идти, ребят. И спинка вернется? Нет, нет, нет. У нас тут у нас тут. А теперь спиной? И теперь каждый штраф написан. Ничего себе, это будет... Я жаловаться буду. В ГААГСКИЙ суд на вас. Если вы меня ранили. Так, у нас все. Это мой подзащитник, никаких жалоб. Собственно, что? Это было туда за хранение нелегального вооружения, а также патронов, я так понимаю. И за ранение сотрудников больцевского департамента. Жестко. Все, Вера? Нет, а ранение признаем. Добровольным был дата оружия. Но ранение было с данного оружия. Так ведь. Ну, скажем так. Экспертежание при задержании. Не доказано. А сопротивление при задержании? Я не видел. Похищение сотрудника. Не доказано. Не вижу. Так, что где вы работаете с ним или со мной? Не понимаю. Он за мной, за мной работает. Давайте выписывайте штраф, но. Так, давайте выписываем штраф. Адвокат, польза, сумма. Ну, 7 тысяч. А, много. Как-то много. 5 за вооружение, снаряжение и вообще за честное слово 1000 за сотрудника. Да все, я уже при полтиннике отдал. А данный гражданин, может быть, он не может быть свободен. Он уже свободен. Все, ну, свободен, наш свободен. Так, ну, все, хорошо. Вытворим. В итоге, как гражданин, может быть, свободен, мы как исполнительная часть данного государства. Так, копилочку. Ой, народ, народ. Гражданин, может быть, свободен. Ну, освободите меня, я сам выйду. Да, ну что вы тут заблудитесь, я тут саду. Да, тут смотрю коридор, епта. По-порой выхода на этих. Так, давайте вас до выхода прям до едов. Там вам поспоро. Ой, ебаный насос. Ва, все, спасибо. Вот, мы вам приедем. Здорово. Добрый, добрый. Садитесь, все. А ты управляйся, да. Кто занимаетесь? Я... Поехал сюда. Вереги, садись. Вереги, садись. Вереги, садись, он тебя бежал. Я имел, еду. Нормально, вот у вас тут синдикат, епта, тебя смотрю. Да, это вот он. Пойдемте, пройдем, переговорим, с вами, на пару слов. Если вы не садитесь. Здравствуйте, здраво. На три минуты можно. Да, ну, что-то все на поле не боялся. Гражданин, я так понимаю, будьте добры, немножко не нарушайте правила, закон. Да, я просто психанул, потому что, ну, конфисковали мою тачку, ну, все. Хорошо, у меня есть хороший врач, поможет? Не-не, не надо, врачи не надо. Точно? Да. Абсолютно? Абсолютно. Ну, может быть, есть препараты, хотите? Не-не-не-не, никаких препаратов, ничего, я уже спокоен, все нормально, как этот вот, кто там, как он, короче. У вас квадрат 200? Да, нет, я сейчас доеду, у меня тут знакомый есть. Все, спасибо. Да. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну, та девочка меня вырубила жестко, ребята, это позорище, прям, и молодец. Как она меня вырубила, я в нее стреляла, она залетать, татах, помордила. И я вырубился, мне с ног просто свалили. Это были очередные админские будни, с вами Ларимас. Играйте в хорошечные игры, увидимся с вами скоро. До скорых встреч, всем удачи.